Привет, друзья! Вы смотрите канал скетчинги StartDroid, меня зовут Стас и сегодня 5 советов, как развить свой собственный персональный стиль. Итак, первый совет. Заимствуйте, смотрите, учитесь, перенимайте, копируйте фрагменты разных работ у художников именно у многих специалистов разных жанров, как в цифровой графике, так и с ручной графикой. Во-первых, когда вы будете учиться у многих специалистов, это не будет казаться плагиатом, а во-вторых, только улучшит ваш собственный стиль, его обогатит. Кстати, читать больше и подробнее об этой идее можно в книге Остина Клеона «Краддика художник». Второй совет. Начинающим художникам всех направлений нужно понять, что персональный стиль автора – это не только сочетание каких-то технических моментов, толщины линии, композиционных приемов, цветовых решений и так далее. Персональный стиль автора – это отражение его хода мысли, то, как он рассуждает, то, как он своим особым образом умеет создавать композиции. Поэтому, если вы хотите изучить стиль определенного художника, хотите понять, как он работает, станьте на время исследователем, изучите интерес этого человека, чем он вообще живет, это вам очень поможет. Третий совет. Особое внимание уделите поиску техник рисунка и скетчинга и обязательно все их опробуйте. Мне очень нравятся работы Скотта Робинсона. Это дизайнер, преподаватель, рисовальщик знатный. Он суперски сочетает работу маркерами и пастелью, маркерами и линерами, просто карандашами очень классно работает. Постарайтесь изучить разные техники рисунка и определить для себя, что же придает рисунку этот характер. Может быть, это толщина линий или другие элементы. Вам это очень поможет. Четвертый совет. Следующее, что будет определять во многом ваш персональный художественный авторский стиль, это композиционные приемы, композиционные решения. Так вот, как же научиться создавать спокойные, нейтральные композиции? А как, к примеру, придумывать интересные, напряженные, драматические? Так вот, мой совет. Используйте для этого комиксы. Смотрите, изучайте работы художников, комиксистов. Мне больше всего нравятся компании Dark Horse и Marvel. Там очень много ракурсов, поз, интересных приемчиков. Поэтому используйте их как референсы. Это для вас огромное количество интересных шаблонов будет. Если вы предпочитаете рисовать пейзажи, очень советую вам изучать творчество наших российских известных художников. Таких как Шишкин, Саврасов, Левитан, Куинджи. Приобщайтесь к классике, так сказать. И пятый, последний совет заключается в следующем. Развивайте, в первую очередь, себя. Дело в том, что сколько мы бы не копировали других художников, наш собственный стиль никогда не будет механическим сочетанием технических приемов, композиционных решений, каких-то еще интересных манер рисования, к примеру, рисования мускулатуры супергероев. Наш собственный стиль это нечто свое и особенное. И очень важно в этом поиске, в этом методе пробы и ошибок, нахождение своего собственного стиля, не потерять себя, именно не потерять свое лицо. Поэтому рисуйте в первую очередь то, что вам нравится, то, что вам интересно. И развивайте свои технические приемы, свои наработки, свои композиционные интересные решения. И тогда это действительно будет ваш стиль, который будет нравиться именно вам и другим художникам. Вы будете его развивать с каждым годом, он будет становиться все лучше и лучше и лучше. На этом все, друзья. Я вам желаю успехов в поиске своего авторского персонального стиля. С вами был Стас. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на канал StartDroid, если вы еще не подписаны, чтобы узнать больше о технике скетчинга. До следующего видео. Пока!